Сегодня готовим нежнейший медовик. Всем привет! Меня зовут Оля. Сегодня вместе с печем нежный медовый торт. Он мягкий, по структуре как бисквитный, сочный, не приторный, в меру сладкий, а готовится быстро и очень легко. Рецепт будет в конце видео и в описании к видео. Для начала я готовлю 6 отрезов пергаментной бумаги для коржей. На каждом с обратной стороны рисую круг диаметром 22 сантиметра. Можно и 24 или сделать 5 коржей диаметром 26 сантиметров. Теперь в муку всыпаю соду и добавляю щепотку соли. Хорошо размешиваю. В жаропрочную миску разбиваю 3 больших яйца. Всыпаю сахар. Миску переношу на водяную баню. Вода в нижней кастрюле должна кипеть не сильно, умеренно. Миксером на минимальной скорости взбиваю яичную массу, пока сахар полностью не растворится. Смесь будет пышной и светлой. Это примерно 3-5 минут. Взбивать можно и венчиком, но миксером будет удобнее. Добавляю сливочное масло и мед. Размешиваю, пока они полностью не разойдутся. Теперь всыпаю мучную смесь. Хорошо размешиваю до однородности. Миску убираю из плиты и сразу же выкладываю на пергаментную бумагу. Получается примерно по 2,5 столовые ложки теста на каждый корж. Распределяю по нарисованному кругу. Выхожу за круг примерно еще на 1 сантиметр. Разравнивать тесто можно шпателем, лопаткой или ложкой. Главное это делать быстро. Чем дольше стоит тесто, тем гуще становится и сложнее будет с ним работать. Если будет тянуться за лопаткой, можно лопатку смочить водой. Так будет легче. Остатки теста также выкладываю на бумагу. Испеку в конце и использую для обсыпки торта. Когда тесто все распределила, пеку по одному коржу. При 190 градусах это 5-8 минут или до румяности. Готовый корж оставляю остыть на решетке или на столе. Когда остынет, подрезаю до нужного размера. Противень из духовки можно и не доставать. Просто немного отодвинуть и за пергаментную бумагу менять готовый корж на сырой. Так будет еще быстрее. Все обрезки собираю. Коржи получаются пышные, высотой около 1 сантиметра. В горячем виде мягкие. Как остынут, будут немного тверже. В конце все обрезки подсушиваю в духовке еще несколько минут. В духовке они еще будут немного мягкие, но как остынут, станут полностью хрустящими. В итоге на приготовление тесто и выпечку коржей уходит не более часа. Теперь крем. В сметану добавляю сахарную пудру. Немного, 3-4 чайных ложки. Коржи достаточно сладкие. Взбиваю. У меня сметана 26% жирности. Сначала крем станет жидким, а потом будет держать форму. Можно брать 15-20% сметану заранее отвесить, чтобы слить лишнюю жидкость. А можно не отвешивать, просто густую сметану венчиком перемешать с пудрой. Тогда крем будет не такой пышный, но торт пропитается быстрее и будет вкусно. Блюдо прикрываю обрезками бумаги, чтобы после сборки торта оно осталось чистым. Слегка смазываю центр кремом и приклеиваю первый корж. На каждый корж выкладываю примерно 2 столовые ложки крема с горкой. Так собираю весь торт. В конце смазываю верх и бока. При комнатной температуре оставляю пропитание. Считается торт на 1 час. Все обрезки собираю в плотный полиэтиленовый пакет и прокатываю скалкой до мелкой однородной крошки. Можно смолоть в блендере. Щедро обсыпаю бока и верх торта. Убираю его в холодильник на несколько часов. А лучше на ночь. Перед подачей с помощью трафарета украшаю сахарной пудрой. Торт получился высотой 7,5 см, диаметром 22 см и весом 1,6 кг. Когда на улице осень и уже прохладно, хочется теплого чая с кусочком ароматного уютного домашнего медового торта. И этот торт именно такой. Готовьте с удовольствием и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok